итак друзья всем привет вновь я в пути на мотоцикле зимой мороз холодный ветер до утром было минус 27 сегодня обещает минус 30 и вновь я еду катаюсь и давайте в этом видео рассмотрим такую тему как не ушататься не уничтожить себя на мотоцикле и просто тупо из-за чьей-то вины не разложиться и не быть уничтоженным и не покинуть этот мир да я взял калу я думаю дай-ка прокачусь я тут вот по райончику до катану думаю зачем не шлем как бы японский мотик там прет да как бы он прет после советской техники он начинает просто ехать наваливать жестко какие бы ребята не горни говорили что 400 к не валит многие парни которые любят адреналин который любит кайфовать они на четырех сотках гоняют так как не гоняет ребята на 600 и на литрах они просто настолько безбашенные что они все соки выжимают из 400 своего коня да про свой случай я улетел до в двадцатом году я гонял как отмороженный вот как отмороженный блин умалишенный человек очень часто смотрел очень часто направлял свой взгляд на спидометр это очень большая ошибка типа сколько ты летишь 140 200 там 250 очень очень часто направлял свой взгляд на спидометр это очень большая ошибка друзья такую ошибку не допускать вообще смотрите только на дорогу и желательно подальше понимаете смотрите только на дорогу на посторонние предметы не обращайте внимание чем скорость выше тем ваше внимание должно быть только сосредоточено на дорогу вообще давайте рассмотрим вот такую тему я ребята расскажу такую небольшую предысторию вот когда купил мотоцикл первый слой японский это был это была кава от 400 я на ней ездил вообще начинал есть очень 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 осторожно но ребят я очень много проедем на советской технике очень многое проедем на советской техники с 11 лет я проедем на советской техники и когда я взял праву я думаю дай-ка прокачусь этот вот по райончику до катану думаю зачем не шлем номер один безопасность безопасность экипировка а зачем не шлем я поеду так я всю жизнь на ежаке на урале там на альпе на чем-либо катался без шлема зачем не шлем ну и чего думаете зачем не шлем одел шапку очки отдел поехал по райончику кататься задувает ветрища во-первых ехать не комфортно я еще могу сказать в шлеме я катался крайне редко и особо мне удовольствие как бы не приносило это русской техники вот сейчас объясню почему что-то как и почему да вот таким способом вот ребят поехал я еду блин проехал километров 10 тогда потом выехал на трассу потом еду по трассе начинает задувать ветрищ я разгоняю 70 были на спидометре это там 180 да как бы японский мотик там прет да как бы он прет после советской техники он начинает просто ехать наваливать жестко потому что кто бы что какие бы ребята не горни говорили что четырехсотка не валит многие парни которые любят адреналин который любит кайфовать они на четырехсотках гоняют так как не гоняет ребята на 600 и на литрах они просто настолько безбашенные что они все соки выжимают из 400 своего коня да вот так что кубики впрочем то особо не важны но при таком стиле езды чем больше кубиков тем меньше будет ваш длиться сезон вот ребят я думаю мне стало некомфортно ехать блин дует ветер начинают слезиться глаза я в шапке вот что-то уже уже началась такая более прохладненькая погода вообще не в кай вообще не в кай я приехал домой думаю дай-ка попробую со шлемом ведь мне ну прежний владелец дал с мотоциклом шлем вот я одеваю шлем какой-никакой там вроде бы недорогой шлем был я одеваю шлем и поехал в шлеме до кататься блины вы знаете как классно блин вы знаете как классно это не только безопасность но первое то что я почувствовал конечно безопасности не почувствую но я почувствовал край почувствовал все плюшки который мог на тот момент осознать это то что мне не дует ветер раз то что не следят не слезятся глаза то что ничего не шумит блин вот этот ветер не шумит в ушах не продувает уши это уже здоровье ребят глаза не продувают уши не продувает это уже слух слух и зрение вот и соответственно это безопасность если вы упадете соответственно без шлема просто убийца даже вот с небольшой высоты очень легко удариться головой об асфальт вообще а в шлеме даже можно сильно удариться и ничего не будет вам вот ребят из тех пор я начал ездить и кататься только в шлеме только в шлеме особенно если шлем классный очень прозрачный визор если шлем новый то у вас визор не потеет хорошая вентиляция и вам просто ехать одно наслаждение и один кайф вот ребята так что безопасность это номер один шлем далее что далее ребята заходим уже тему безопасность безопасность да это экипировка я рассказываю про свой случай я улетел до в двадцатом году я гонял как отмороженный вот как отмороженный блин умалишенный человек очень часто смотрел очень часто направлял свой взгляд на спидометр это очень большая ошибка типа сколько ты летишь 140 200 там 250 очень очень часто направлял свой взгляд на спидометр это очень большая ошибка друзья такую ошибку не допускать вообще смотрите только на дорогу и желательно подальше понимаете смотрите только на дорогу на посторонние предметы не обращайте внимание чем скорость выше тем ваше внимание должно быть только сосредоточено на дорогу вот ребят и с тех пор как я улетел у меня конечно короче очень получил сильные травмы вот но этих травм я мог избежать купить всего черепаху грубо говоря за полторы две тысячи рублей даже был уж ную черепаху я бы избежал уже этих травм до которые ну по сегодняшний день приносит дискомфорт и неудобства ребята не экономьте это такие маленькие деньги полторы две тысячи рублей даже 5000 рублей на быть какой-то экип даже тупо на коленники да вы просто не вылечить свое колено не вылечите свой локоть не вылечите свой позвоночник за 5000 рублей за 8000 рублей вам только могут сделать хороший такой как бы снимок до всего тела как бы ну всех костей до компьютерная диагностика компьютерная томография вот так что не экономьте вообще на экипировке купить если у вас не так много денег купите самый дешевый хотя бы паушный егип но чтобы маленечко он был конечно фирменный вот ребята не экономьте так я думаю что что тема с экипировкой вам понятно тема безопасности я вам раскрыл это должно дойти вам все-таки блин вы ребята должны понять если у вас вообще нет денег то есть еще другие примеры как обеспечить свою безопасность это можно найти какую-нибудь куртку да из 90 кожаную до купить ее там за 500 рублей за 300 рублей я уже думаю если у вас есть мотик 500 или 300 рублей или 1000 рублей это как бы ну блин вообще не деньги потому что эти деньги вы будете тратить на бензин а за все лето вы потратите очень много этих денег чисто на бензин вот купите старую кожаную куртку сделайте такие купите короче такой защитный материал продается строительный магазин типа как вот для наколенников да вы можете допустим взять какую-то пластмассу вот шить в эту пластмассу там я не знаю а мягкий материал который продается также в строительных магазинах то что вот в наколенниках да вот для безопасности просто делать себе вставки в этой куртке и все и у вас уже будет безопасность вы уже вы уже будете вы не понесете как бы тот урон тот урон до те травмы которые которые будут вас мучить дальнейшем всю жизнь ребята вот она что я думаю вы поняли так что наколенники куртка ботинки ботинки можно керзовые сапоги просто на самый там худший вариант да можно керзачи повшивать вставок и нормально все будет или в те же берцы сделать вставки по бокам и нормально все будет и соответственно шлем ребята все перчатки нужно покупать тоже с перчатками мне кажется тут вопрос вообще просто не обсуждаясь перчатки это как ну их можно взять везде ведь на али на алиэкспрессе хоть в абсолютно везде ребята я думаю то что ребят кто посмотрел видео вот это до конца я думаю то что до вас хоть чуть-чуть я донес какой-то полезной информации особенно начинающим мотоциклистам будь то у вас лишь планета будь то у вас альпа неважно будь вообще у вас что-либо на двух колесах можно лупиться и со скоростью 50 километров в час и со скоростью 40 километров в час можно просто тупо убийцы себя покалечить вот тот кто говорит я на этом мопеде не могу разогнаться больше 60 мне ничего не будет вы абсолютно не правы позаботьтесь с моим здоровьем ребята вот такая вот сегодня темка а я еду на уральчике ребята потихонечку зимой кайфую мне в кайф зимние покатушки кому понравилось видео ребята ставьте пальцы вверх подписывайтесь на канал и пишите любой комментарий любой комментарий приветствуется ребят всегда все ребята всем счастливо всем пока спасибо за просмотр